Книга «Открытым оком», 27 том, вопрос 3892. «Если жена не слушается, то какие средства у нас есть, чтобы не согрешить? А то я всю на силу надеюсь, потому что я ее сильнее. Покажите на конкретном примере», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Если вы неверующий, то у вас нет главных рычагов влияния, поста и молитвы, а на кулаках далеко не протянешь. Проще всего жениться на мусульманке, ибо их так приучили, чтобы Коран не нарушать». На чужих примерах в этом вопросе трудно быть до конца объективным, потому что многое за кадром, когда муж и жена наедине. Я же не вижу, как часто они молятся, есть ли общая молитва, как она реагирует на Слово Божие. У меня никогда не было препятствия от жены на ранний подъем в 4.40 утра. Она уже на часах, и вместе молимся. А когда она меня допекает, скрипит неумолчно, я за Лестовку и на молитву в уголок пропою Богородицу и Псалтирь, читая на русском языке, и сто поклонов. «Когда закончу молитву, смотрю, а она на кухне уже со своей Лестовочкой на молитве трудится. Сразу поклон. Прости меня, что я тебя искушала. А простить – это уж наша святая обязанность. Но иногда она за пределами дома что-то не то делает. Тогда опять же за этот рецепт». Вот как разрешился один затяжной конфликт. Я, Надежда Васильевна Лапкина, Шадрина, желаю учить детей вере в Иисуса Христа, чем я занималась несколько лет с любовью и охотой. Это мое истинное призвание, мой талант. Но в этом 1995 году мне запретили заниматься этим, сказав, что я сделалась чрезвычайно дерзкая, ревнивая и вредная, и что этому способствовало мое старообрядческое происхождение, их злопамятство, непрощение обид и мое учительство. Я чуть не каждый день говорила, что меня ждут в школах, вздыхала о том, даже плакала, чтобы вернуть. И, наконец-то, мне дается это разрешение под непременным условием, чтобы я дала письменное обещание, что буду слушаться мужа, как велит священное писание, и не буду дерзить ему, ревновать кому бы то ни было, ибо это и смешно, и постыдно, и грех. Пишу это в здравом уме, добровольно, с желанием, и все это обещаюсь выполнять. Помоги мне, Господи, дай силы, ибо без тебя я ничего не смогу сделать, чтобы не опозорить себя и не погибнуть. В случае нарушения этого обещания муж имеет право снова запретить мне вести занятия в школе. Прости меня, Господи, за все согрешения, и благослови, и помоги спасти душу. 16 ноября 1995 года. 19 часов. Подпись 1 Петра 3.7. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Пора, явись, пророк, всей силою печали, всей силою любви взываю я к тебе. Взгляни, как дряхлы мы, взгляни, как мы устали, как мы беспомощны в мучительной борьбе. Теперь или никогда сознание умирает, стыд гаснет, совесть спит, не проблеска кругом. Одно ничтожество свой голос возвышает. 1886 год. Гасья над сон.